Благослови, Душа моя Господа, Благослови, Веси Господи, Благослови, Господи, Боже мой, Воскресенье! Субтитры создавал DimaTorzok Я вообще всегда был абсолютно охолоден к вере. У меня была бабушка верующая, но мне все абсолютно было все равно, как она молилась. Родители тоже были неверующие. То есть у меня не было какой-то видимой почвы. Но когда вдруг мне Господь открылся и пришел ко мне, я за ним побежал. И так побежал, что у меня, наверное, только пятки сверкали. У меня была такая горячность, просто я горел, как огонь вообще. Факел у него был. Факел Рабцretoф... Факел Рабцак leaf. Факел Рабц Laughter. Факел Рабцretoф... У меня одна была прекрасная история в моей жизни, которая очень хорошо говорит, свидетельствует о том, как можно принять Бога и как можно не принять Бога. Я ехал в поезде и читал псалтырь, напротив меня сидел молодой человек, ему было лет 27-28, и он заинтересовался, начал меня спрашивать, я ему отвечал, он снова спрашивал, я снова ему отвечаю, как-то вот так завязался разговор, и что-то у меня спросили, он тоже начал рассказывать, а потом он сидит на меня смотрит, так вот просто, а потом у него глаза начинают округляться, а я просто разговариваю, а он так на меня, и потом замер, а потом нет, нет, молчите, молчите, молчите. Я говорю, как, теперь же Бог открылся, нет, все, я не хочу ничего слышать, вот Бог буквально закрылся, все, молчите, я говорю, как, тебе Бог только что открылся, к нему по-настоящему пришел Бог, потому что когда человек просто как бы принимает СИО, он анализирует, он может там что-то принимать, с чем-то согласаться, там говорит, ну да, может это так, может это так, а тут вдруг ему через те слова, которые пришел, ему вдруг сердце открылось, и ему стала реальность, вера, реальность существования Бога, и он понял, он увидел, а когда с человеком это происходит, то это вот, это все, это пограничная полоса жизни, вот он ехал, ехал на поезде, тут граница, вот мы с ним ехали на поезде, и все, и вот когда он переезжает эту границу, он должен делать выбор, либо идти за Богом, вот как я побежал сначала, когда мне Бог открылся, либо же не идти за Богом, а уехать обратно, и вот он, я ему говорю, говорю, ты, говорю, вы же, говорю, сейчас, как Иуда, говорю, вам Господь открылся, он, нет, нет, это была, вот эта история такая была в моей жизни, да. Она пикачка, она, нет, 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 нет. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молись, крайне пречистая Твоя Матерь, преподобных и богоносных, Отец Наших и всех святых помилуй нас. Аминь. Ангела-хранителя. Благодарю. Ангела-хранителя. Вот так, помахай ручкой. Когда вдруг человек приходит к вере в Богу, это уже у нас сразу видно, потому что человек меняется абсолютно. Он перестает врать. Я страшно врал в детстве. Я страшно врал. Я завирался, я и в училище завирался. Оценки, отношения с родителями. Ты не ходишь на занятия, тебе нужно чем-то оправдываться. И врешь. А потом Бог пришел и полностью все отрезает. Все отрезает от этого. Грязь просто отрезает. Человек перестает врать. Человек перестает курить. Человек начинает вдруг. Раз там стоит посуда грязная. Он побежал, помыл. Я сначала когда на меня смотрю, ты чего? Ты чего? А ты весь горишь, у тебя желание действия, потому что Бог это творческая энергия, творческая сила. И спаси, благое души, душа. Иван, где что-то по мне написано? Грязь и сокровища. О! Так. А что значит сокровища собирать на небе? Как вы думаете? На родители. А? На родители. А какие? Любовь и милосердие. Вот. Видите, значит, для того, чтобы приблизиться к Богу, ведь в лица Адама все мы изгнаны были из рая. Но милосердие Божие велико, бесконечно, бездонно. Смотрите, ведь Господь не истребил тут же человека. Адам согрешив, он что сделал? Наказан был. Наказан был. И что он первым делом сделал? Для Бога неважно, чем человек вообще занимается в этой жизни. Абсолютно неважно. Вот даже Христос, Христос чем-то занимался на земле? Он плотничал. Казалось бы, Бог, великий Творец, пришел на землю. Он же мог бы там сделать такое что-то грандиозное, чтобы люди потом смотрели и говорили, вот Христос сделал, только Христос мог такое сделать. Никто потом... А он плотничал. А плотничать может любой. Ну что только взял два обрезка, три обрезка, четыре обрезка дерева, крышку раз, прибил вот тебе и стол. Понимаешь? Так вот, для Бога вообще неважно абсолютно, чем человек занимается на земле. Абсолютно неважно. А почему неважно? Потому что то, чем я занимаюсь, это не мое дело. Этот дар мне дал Бог. Вот. То есть это Божье. Ну ладно, здорово, здорово. Дергалка ваше. Еще слим. Давай, да. Так. Давай, я начинаю сбоку. Вот так мы сошли, хватит. Вот так мы сошли, хватит. И молитвами твои. Песня. ПЕСНЯ Мы не опытны, потому что находимся в состоянии становления. Сколько еще будет выдерживать долготерпение Бога нашего, привлевшего нас к почести Вышнего звания? Возьмем пример людей, живущих в миру. Они неустанно трудятся ради немного пропитания или ради ложного удовлетворения своих чувств. Часто ради тех глаз, которые в итоге уничтожаются в господствующем мире злом. ПЕСНЯ Человек отдал себя Богу. А ну-ка, давай-ка мы начнем его искушать. И Бог оставляет человека одного, чтобы он подрудился, поборолся с бесами. Дело в том, что в монастыре все знают, что нужно друг друга любить. В миру люди не знают, что нужно друг друга любить, и поэтому им жить легче. Почему? Потому что у них нет закона о том, что нужно друг друга любить. И если он меня не любит, я его не буду любить. Что он мне такой, да? А здесь нет. Здесь приходит человек, и раз, он уверовал, все в Богу приходит, и все, и братья, и все же должны любить друг друга. И тут ты такой весь ходишь, 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 и не думаешь о том, что вот тебе готовится какое-нибудь искушение. А у какого-нибудь брата, допустим, друг, что-то на сердце такое, что-то такое, туго настало, уныние какое-то настало. И это подходит к нему, весь светится. Брат, там это... А тут ему... Иди. А тут... Как? Как он мог меня так обидеть? Мы же должны любить друг друга. И начинается. КОНЕЦ КОНЕЦ Придем, пока я... Знаешь, так говорил, о пути в Царство Небесное, надо постепенно туда идти, и тебе надо еще потрудиться над собой. Ну, как у вас тут, как живете? Здравствуйте, пожалуйста, живем очень хорошо. Как вы тут? Не споминаем. Все нормально? Нормально. Живем мирно. Да. Как у вас? Ходим в церковь. Здоровица как? Здоровица спать любим. Вот это здоровица такое у нас. Я утром не хожу в церковь. После перерыва только получается. Ну, слава Богу. Многи болят. Тепло, да? О, тепло. Раночка, светите. Да. Да, трубы греют, водичка есть. Слава Богу, да. Ходить хорошо. Ходить, да. Ленивых. Нет, слава Богу. Ох, туда что ли мы, туда что ли мы. Малочка, а когда вы приехали первый раз сюда, расскажите. Ну, я, разве я вспомню, а я не знаю, в каком году я приехала. Все просто приехали, куда. Разъехали. В дом, куда. Ко вам сюда в гости приезжали? Приезжала в Сесарана. Она все забыла, в какой город она. Монах вообще, он должен быть всегда готов к тому, чтобы куда-то уйти. Уйти из этой мастерской, уйти из своей кельи. Не в смысле за монастырь куда-то взял и сам по себе пошел. Нет. А вот сказали, ушел. Почему? Этого хочет вообще-то Бог от нас. А почему? Потому что человек – это вообще-то абсолютно автономное существо, в котором скрыты огромные богатства. Огромные богатства жизнью Бога. И его привязанность к предметам, к послушанию, к месту жительства, к тому подобное, оно его порабощает. И он просто перестает быть полноценным богоподобным существом. Вот смотрите, даже вот животное возьмем. Вот иногда так посмотришь, так кот ходит, да? Вот ходит кот. На нем ведь ничего нет, и у него ничего нет. Ведь правда же. Абсолютно. Вот смотришь, кот, и ничего у него нет. А он живет, он ест, спит. У птиц, у них даже гнезда есть. А у котов-то ничего нет. Вообще. И так посмотришь, как хорошо коту жить. Ведь мы... Ну вот камера, да? Раз что-то поломается в камере. Трагедия. Стоит тысячи долларов. Трагедия. Человек ходит. А-а-а! Где я возьму деньги? Как? Что мне делать теперь? У меня семья, у меня дети, у меня... Раз машина не завелась, а ему нужно срочно на совещание. Раз там это сделка, там еще что-нибудь. А тут кот ходит, ему абсолютно все равно. Блаженный. Вот так и монах. Монах должен быть точно таким. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok Я когда пришел в монастырь, я не знал, что буду здесь иконы писать. Почему? Потому что очень хороший есть такой образ. Человек в миру растет, и он как дикое дерево. Дикое яблоко, допустим. Она себе растет, у нее нету садовника, который ее обрезает. И она себе там наплодила там веток, а яблоки вот такие вот. Или вообще ничего нету. И вот такой человек, который о себе мнит, что он там понимает, что там иконописец, или там инженер, или там какой-нибудь там, не знаю, там кто-то. Ну там неважно, там какой-нибудь там специалист, он может прийти и думать, что вот у меня есть какой-то багаж опыта и знания, и наместник узнал мой багаж опыта и знания, он обязательно будет его использовать. А ничего подобного. Все приходят, навестник выходит, в одной руке у него пила, а в другой руке большие садовые ножницы. И он тих-тих-тих-тих-тих, все дерево обрезал, и стоит такой ствол. Понимаешь? Да. И стоишь ты, раз ты пришел, такой весь специалист, а тебя поставили на коровник. Новую собирать. Да? Вот такой весь специалист. И человек смиряется. Он понимает, что весь смысл жизни это не в его работе, не в его специальности, которую он там придумал, там что-то там запас какой-то там собрал, там опыта, там трудов, там еще что-то. А он понимает, что самое главное это его душа, ему нужно учиться веровать, учиться послушанию и тому подобное. Без беззакония оттекло, из правых восстаний, встречение мое и вирс, и ты, Господи, Боже, сил, Божий Израил, воеви, поноси. Божий Израил, воеви, поноси. Божий Израил, воеви, поноси. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал 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 «Симон» Кожевская «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Конечно, икона — это то, чем моя душа живёт больше, что с другим. Другое дело, что здесь есть MBK В послушении, конечно, побольше, чем в других послушаниях. Там-то как? Там пошёл, выполнил свою работу, добросовестно, и пошёл себе в келью отдыхать. А здесь-то надо, надо, и то надо, и это надо, а это смотришь, не то вот не получается, надо как-то его переделать. А голова пустая, ничего не соображаешь, надо молиться, молитвы особой нету. А люди ждут, наместник ждёт, что надо, и это сделать, и это сделать. А ты ходишь такой, бесталанно, неспособный, вроде, а ну что-то не получается. Такой раз пришёл, Левкас потрескался. Ты пишешь, пишешь, а у тебя Левкас потрескался. Ты пишешь, пишешь, а потом присмотрелся. Левкас весь в трещинах пошёл. Мамочка. И так сразу, прямо сердце так замерло. Думаешь, так, теперь главное ничего не сделать. Тихонечко-тихонечко пошёл в келью и лёг спать. Ну ты представляешь себе, допустим, монтировал, 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 а у тебя потом раз стёрло там или ещё что-нибудь там, а? Вот. И ты пишешь, пишешь, а потом раз смотришь, кракелюр пошёл. А-а-а, это такой удар, это... Тихонечко-тихонечко-тихонечко-тихонечко. Тихонечко-тихонечко-тихонечко-тихонечко. Субтитры создавал DimaTorzok Икона, в отличие от любого мирского искусства, от любого мирской вещи, в ней сама жизнь, потому что Бог через нее дает постоянно благодать. Икона – это окно. Поэтому любое церковное искусство, храмовое, это единственное искусство на Земле, которое является саможизнью. Которое человек вложил, и оно само живет, оно пульсирует, потому что Бог ему дает силу. А другое искусство, оно создано, может быть, с помощью самой сильной мысли, с помощью самых сильных каких-то опытов, переживаний, техники. Но оно всегда может остаться отдельно от Бога, что Бог ему не дает свои силы и энергии. И оно постепенно, как бы, со временем перестает, как бы, жить. И человек сам это чувствует. Потому что он приходит, потом и смотрит на то, что... И вдруг ему снова мысль приходит. А мы сейчас еще сделаем что-то лучшее. И он снова берет поводло и снова мажет, мажет, мажет. Раз, это такое я создал, ну вообще... Люди пришли, да, красиво. А потом он снова... И он снова так... Почему? Потому что Бог не дал этой жизни, этой свою энергию. И она не питает энергией. Ты в нее вложил, люди получили, и все. А икона, она всегда дает энергию. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok